Порядка полутора тысяч студентов на Ставрополе обучаются в вузах по целевому направлению. Из них особенно востребованы представители восточных территорий края. Именно с ними губернатор Владимир Владимиров встретился в краевом правительстве. Я иду по целевому набору от Степновского района. То есть это оплачивает мне мой край, все мое обучение, это является бесплатным. Я за это очень благодарна ему. Через 4 года Тучкова Ксения вернется в свой родной район, чтобы обучать подрастающее поколение географии. Сегодня вместе со сверстниками она пришла в правительство края, чтобы встретиться с губернатором и узнать о перспективах своей работы в селе. Как отметил Владимир Владимиров, программа целевого набора вузы работает уже два года. И за это время она заметно прибавила обороты. Число бюджетных мест увеличивается. Только в нынешнем году целевиков стало вдвое больше, чем в прошлом. Порядка тысячи. Я знаю точно, не все смогут вернуться к себе домой. Но я еще больше знаю, что все захотят потом, когда будет возраст, как мне, все захотят все равно возвращаться домой, потому что лучше дома ничего нет. И я точно знаю, что лучше домой возвращаться там, где есть хороший врач, есть хороший учитель, есть хороший руководитель, потому что всегда есть уверенность в собственном доме. Поэтому первое, вы точно не забыты, и мы точно будем все время общаться, решать ваши проблемы и текущие, и возникающие, может быть, какие-то прошлые. Перспективы дальнейшего трудоустройства, предоставления жилья и социальных гарантий – это основные темы, которые волнуют первокурсников. Губернатор, главы районов и ректоры заверили студентов, поддержка с их стороны обеспечена. Мне очень хотелось бы вернуться на свою малую родину, жить там и работать. И мне, как молодому специалисту, хочется узнать, получится ли у меня приобрести собственное жилье в Стокременском районе. В свою очередь, отвечая на вопросы целевиков, губернатор Ставрополья обращался непосредственно к главам регионов. Это важно, и моя тоже. И поэтому я все ответственности снимаю и с вас не снимаю. Это наша задача, чтобы ты туда приехал и работал. Сегодня, когда включишь радио или будешь смотреть телевидение, все сегодня говорят о продовольствии. Все говорят сегодня о селе. Все говорят об огромных дотациях, компенсациях и субсидиях, которые сегодня идут на село. Вы знаете, по-настоящему это правда. Они на самом деле идут. И более того, у нас сегодня и губернатор 5-6 миллиардов рублей из бюджета края отдает на эту большую работу. Первокурсники признаются, поддержка государства неоценима. Одно бесплатное обучение, чего стоит. А в дальнейшем большинство из них будут рады вернуться на свою родину. Конечно, рад. Где родился, там пригодился. Тамара Годомская и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.